Привет, друзья! Выбирая мастера по вскрытию того или иного замка, в данном случае по вскрытию сейфа, не в ваших интересах ориентироваться на самую низкую цену услуги, потому что за ней зачастую скрываются неквалифицированные мастера. Люди, которые насмотрели чуть-чуть ютуба и думают, что тоже могут. Яркий пример. Человек только что принёс замок на восстановление ключа. Оставили до меня. Я открываю крышку. Давай поближе посмотрим. При этом замок предыдущей эпохи прекрасно открывается ключками. То есть человек, который только-только начинает работать с замками и хочет работать профессионально, вот этот замок откроет. У него всё для этого есть. Грубо говоря, даже можно инструмент сделать из спицы. Здесь человек не стал заморачиваться. Тупо уничтожил стойку хвостовика-засова. Всё, замок не подлежит восстановлению. Ну, либо его можно восстановить, эту стойку, да, то есть это надо обладать токарно-фрезерным оборудованием, запрессовать её. Насколько это будет эффективно в рамках нашей мастерской, я не берусь говорить. Поэтому делать мы это не будем. Сейф останется открытый и не подлежащий восстановлению. Поэтому ещё раз повторю. Если вы выбираете человека, который будет оказывать какую-либо услугу, поинтересуйтесь, а можно ли, например, восстановить после этого замок, сейф или дверь работоспособность. Вот в данном случае он должен сказать нет. Иногда они блефуют, говорят, что вот такие вот мастера, говорят, что замочек поменяете и всё. А где вы его поменяете? Таких замков в природе уже нет. Лет 60, наверное. Можно было бы действительно восстановить ключ по существующему механизму, если бы замок оставался в рабочем состоянии. А на этом всё. Учитесь на ошибках чужих людей, а не на своих. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok